Всем привет! С вами серия гайдов по второму Старкрафту от Зерк ТВ. На его ютуб канале вы сможете найти более тысячи видео о Старкрафте, гайды и много всего интересного. А сегодня я расскажу вам о зилотах. Зилот – это самый первый юнит у протасов, который вам доступен после того, когда строятся врата. Зилотам в начале игры нужно начинать только в том случае, если вы знаете, что зерк строит ранний пул, если у вас под базой строятся быстрые бараки протаса или тирана, или если вас фотонят. Зилот стоит всего 100 минералов и является самым доступным и дешевым юнитом протасов. В целом он эффективен против большинства юнитов других рас, кроме тех, у кого сильный сплэш урон, например, ультралиски и архоны с очень большим количеством жизней и брони, или юниты, у которых бонус по легким, например, бейлинги, адепты, колоссы и так далее. Проверить, какой урон у каждого юнита, можно, выделив его и наведя мышкой на его атаку. Зилоты всегда должны находиться только впереди армии, потому что это юниты ближнего боя. Если вы заранее не поставите зилотов вперед, весь начальный урон пойдет по более дорогим юнитам дальнего боя, а от правильного расположения юнитов зависит эффективность вашего сражения. Если вы собираетесь юзать зилко как основного юнита в роли танка, в первую очередь нужно сделать апгрейд на броню. Напомню, что с двух баз две оружейные лучше не строить, так как это дорого. У зилка есть своя одна родная единица брони, она есть почти у всех юнитов протаса. И добавив всего пару апгрейдов, он будет очень выживаемым, так как у него 100 здоровья и 50 щитов. Вся суть в том, что пока зилотов много и они живы, все ваши юниты будут наносить сильный урон по врагу. Как видите, зилоты с броней практически все остались живы. Вот почему в игре апгрейды очень важны. Если в момент, когда щиты пропадут, будет использоваться охранный щит часового, броня зилота вырастет еще на 2 единицы. Таким образом, зилот будет получать на 3 урона меньше, то есть морпек будет наносить зилоту всего 3 урона вместо 6. Как вы понимаете, это очень эффективно на ранней стадии игры. Апгрейды на атаку увеличивают урон на разное значение. Зилоту первый апгрейд на атаку дает плюс 2 единицы урона. Атака у него двойная, и он бьет двумя клинками подряд. Таким образом, плюс один апгрейд на атаку экономит количество ударов для убийства зергушат. В сумеречном совете есть апгрейд на рывок, с помощью которого зилки добегают до врага гораздо быстрее. Рывок также увеличивает базовую скорость и не позволяет зилкам толкаться позади армии. Зилки очень полезны против пехоты с танками, потому что танки будут наносить урон своим юнитам. Правда, есть минус. Чем кучнее будут зилоты бежать на разложенные танки, тем больше урона они получат. Зилот неплохо подходит для дропов из призмы в минеральную зону, чтобы нарушить экономику. Также, если вы знаете, что основная армия противника находится далеко, этими зилотами можно убить любое важное здание. Например, адепты в этом случае вам не помогут, так как они эффективны только против легких юнитов. Если мой гайд тебе понравился, подписывайся на Зерк ТВ, ставь лайк и оставляй свой комментарий, и тогда похожие видео будут появляться чаще, и они будут гораздо, гораздо интереснее. Субтитры создавал DimaTorzok